Всем здравствуйте! Это новости телеканала АСА. Меня зовут Наталья Сусанина. Смотрите свежий выпуск новостей. Когда все уроки позади, а впереди, АСА побывала в школах, где учились ее корреспонденты и встретила своих школьных учителей. Анечка выросла и стала народным мэром Анны Ахметовой. Сегодня она снова дежурит по Ачинску. В старом центре строят забор для пешеходов. Не мешал бы восстановить забор. Наталья Солодовник расскажет, каким должно быть правильное ограждение. Начнем выпуск с главного. Главный по Ачинску сегодня побывала там, где земля уходит из-под ног. Улицы новой нет в списке на капремонт в 2019. Нет ее и в списке на ямочный ремонт, потому что асфальта там сроду не было. И вообще нет этой улицы ни в каких приличных списках. Зато у местных жителей очень много неприличных слов про дорогу на этой улице и отношения к ним властей. Но все нецензурное мы оставим за кадром. А народная мэра Анна Ахметова решила достучаться до чиновников своим методом. Вот она, новая технология, прорезиненная дорога. Если вы такого не видели, жаль. А вот жители улицы новой каждый день наблюдают такое и не первый год. Здравствуйте, главный по Ачинску Анна Ахметова. Сегодня отрабатывает звонки жителей. Сегодня к нам в редакцию позвонили жители улицы новой. Говорят, власти давно забыли сюда дорогу. Да столько лет прошло, что вот эта дорога уже ходуном пошла. Просто болото, дорог нету, куветов нету. Почему дорога проваливается? В воде некуда уходить. Два года назад или три года назад, типа, сделали у нас ремонт. Вот эта вот яма когда образовалась? Да уже года четыре, наверное. Да, вот постоянно это яма. Ну, потому что нету вода-то давит, а ей уйти куда? Да и дороги, почему ямы такие? Потому что нету водоотвода. Вот и все. Это, не поверите, почти центр Ачинска. Район называют в городе Стародевяткой. Из-за таких ям на здешних улицах машины очень часто теряют колеса. Вот буквально на днях дорожная жижа притормозила газель на пару часов. Без буксира не обошлось. Вытягивали, как говорят местные, ее сразу несколько машин. Парень ехал на газели, сосед с той улицы. Маленько устал ямки объезжать и провалился сюда. И провалился так, что, видите, вот здесь что творится. Вот яма какая, вот брызговик валяется, вот оторванный брызговик полностью. Его вытаскивали две машины. То есть вот это вот такая вот ямка, да? Так это уже закопали эту ямку. А кто закапывал? А сами. Жители. Вот, видите, брызговики валяются. И куда только с этой проблемой, говорят жители, они не обращались. Письма в мэрию писали, в гости на приемы ходили. И все безуспешно, уверяют люди. Схема знакомая, таких улочек в нашем Ачинске хоть отбавляй. Да что там, едва ли не весь частный сектор в таких пейзажах. А про то, чтобы такси вызвать, нужно, как рассказывают жители, на нормальную тропу выходить. Вот сейчас вызовите такси. Мы ищем вам машину. Вы прождете полчаса, час. На поезд опаздываем, мы ищем вам машину. Они не ездят сюда. Они не поедут сюда? Ни одно такси. Почему не приехали? Потому что это, вон выходим к дарам природы вот сюда вот, наверх. Туда подъезжают, там ждут. Вы прям как на отшибе живете. Так мы так и живем, только в центре отшиба. Люди говорят, золотой дороги им не нужно. Грейдер бы увидеть. Забыли, как он выглядит. В распоряжении телеканала «Осай» есть планы дорожных ремонтов и других работ на целое лето. Их предоставили в мэрии. Так вот, судя по планам, улицы Суркова, Гончарную, Новогончарную и Первую Грузинскую отгрейдеруют и отсыпят щебенкой. Других улиц, а также новой в этом списке, почему-то нет. К сожалению, и устройство «Канав» водоотведения в плане на 2019 год ни на одной улице в этом районе тоже не стоит. По словам жителей, смысла валить щебенку просто так? Нет. Результат, уверены люди, будет один. Ну, хоть кому-то нравятся ямы на дорогах. А теперь к другим темам. Сбил насмерть и позже погиб сам. Такая версия есть у полиции про ночное ДТП в Ачинске. Все случилось в ночь 23 мая на улице Восточной. Это Мазуль. Местные жители обнаружили тело молодого парня. Судя по характеру травм, его сбила машина. Когда именно произошла авария с пешеходом, неизвестно, но в полицию сообщение поступило в половине пятого. На месте полицейские обнаружили частицы краски зеленого цвета. Позже выяснится, что погибшему было 17 лет. УВД сразу объявило розыск водителя, скрывшегося с места преступления. По трагическому стечению обстоятельств, похоже, поиски закончились на другой аварии. По камерам наружного наблюдения было установлено, что в данной местности фигурировал такой автомобиль, который, в принципе, впоследствии через пару часов совершил ДТП на территории Боготольского района. Со смертельным исходом. Да, в результате данного ДТП водитель сам погиб и его пассажир. Один пассажир остался в живых. Фрагменты краски с места ДТП в Ачинске и Боготоле полиция отправила на экспертизу в Красноярск. Почему подросток поздней ночью оказался на улице, инспекторы тоже выяснят. В каком состоянии были все участники этих аварий, пока тоже не сообщается. А после рекламы мы продолжим рассказывать новости. Привет! Мы 11-классники из 18-й школы. Сегодня 24 мая и сегодня последний звонок. Это очень важный и прекрасный день для нас. Все будет замечательно. В приюте «Доброе сердце» работает ветеринарный кабинет. Все виды ветеринарных услуг. Диагностика, лечение, операции. Телефон 5-61-16. Гипермаркет «Маяк». Фарш индейки 800 граммов 69,90. Уголь древесный 43,50. Автошина «Кама» 1699,90. Гипермаркет «Маяк». Проезд авиаторов 5А. Магазин «Оргтехника деталь». Продажа принтеров и картриджей. Ремонт лазерных принтеров. Заправка картриджей для лазерных принтеров. Микрорайон 7, дом 9. Сеть губернских аптек «Аптека номер 360» предлагает большой ассортимент качественных солнцезащитных очков и средств по уходу за кожей для детей и взрослых. Опытные специалисты помогут подобрать солнцезащитную косметику именно для вас. Ждем вас по адресу Свердлова, 19. Мост через Ачинку, это в районе улицы Льва Толстого, считается в нашем городе едва ли не самым опасным для пешеходов. В дождь тут авто буквально окатывают с ног до головы. И сегодня тут начали строить забор, чтобы оградить одних участников движения от других. Наталья Солодовник посмотрела, как все устроено, и спросила мнение пешеходов. Ей слово. Сейчас на этом участке появились вот такие металлические опоры. Дорожные стойки установили вдоль всего моста, за исключением его центральной части. Вскоре здесь появятся ограждения. Сделано это прежде всего для безопасности пешеходов. Да, они обезопасят, во-первых, как бы, мало ли, вдруг машина вильнет. Ну, повыше, если бы чуть-чуть, то, конечно, снизят риск. Новый заборчик для моста через Ачинку обойдется в 2,5 миллиона рублей. По информации, указанные на сайте госзакупок, ограждения должны появиться здесь до конца сентября. Напомню, ремонтировать этот мост начали еще в августе прошлого года. Тогда здесь полностью поменяли дорожное полотно на проезжей части, закатали в асфальт тротуары и установили новенькие высокие бордюры. А еще реанимировали ливневки. Раньше было здесь лучше. Если проходишь, машину могли нестись, не останавливаясь. Обрыгивали людей. То, что поднят уже асфальт и будет ограждение, ну, это только благо. Я вот как мама, бабушка просто это приветствую. Потому что раньше, я говорю, что вот я просто на автобусе до педколледжа проезжаю и вижу, как идут ребятишки. Несутся машины, это очень сложно. Ну, поэтому надо сказать власти за это спасибо, хотя надо было это уже делать очень давно. Ограждение вдоль дороги – это, конечно, хорошо, но для полной безопасности пешеходов не мешало бы восстановить забор, за которым крутой обрыв. Наталья Солдовник, Александр Сиделев. Новости телеканала АСА. Праздник слез и бантов. Сегодня в Ачинске и в районе звенели последние звонки. Но, пожалуй, никогда это событие не проходит на сухую. Я сейчас, конечно, говорю о глазах выпускников, родителей и педагогов. Ну, а для тех, кто уже давно закончил школу, этот сюжет – возможность вспомнить, как все было и пережить еще раз. Смотрим. Цветы, песни, стихи, признание учителям, родителям и уже таким взрослым, но все еще таким маленьким выпускникам. Сегодня звучат в разных школах. Это день, когда слезы на глазах даже у пап. Что уж говорить о мамах. Погромать наши руки, не надо сдаваться. А еще на путьстве первых учителей с вечным спором про А-класс и Б-шек. Это тоже традиция последних звонков. Я говорю, да, начинай. Я говорю, вы же А. Мы на Б были. Я вас люблю, мои ученики. Наверное, в этом поздно признаваться. Когда пора приходится расстаться, когда звенят последние звонки. Ну, а пока в актовом зале идет последний звонок, я заглянула в школьный кабинет химии. И тот случай, когда 30 лет прошло, а тут изменился только цвет стен, школьная доска, ну, наверное, и парты, а еще пластиковые окна тут появились. Это моя школа, где я училась, закончила 11 классов. А это кабинет химии, и он по-прежнему кабинет химии. Кабинет химии здесь был, и кабинет химии был на третьем этаже, вот здесь. Там физика у нас была. Физика была, физика, химия была. Когда я учился, была химия. Я хорошо, я хорошо, я сидел вот здесь. Что, на Камчатке? Да. Там всегда плохие ученики сидели. Не, ну, понимаешь, подальше от начальства, ближе к кухне, да. И я помню, хорошо мы сожгли стол с селитрой. Седьмая – одна из старейших школ Ачинска. Слышала десятки последних звонков, видела тысячи прощальных слез. Еще немного, и эти мальчишки и девчонки будут вспоминать вчерашних себя в белых фарточках и лентах выпускников. Это счастливый день, зачем плакать? Счастливый день? Да, потому что школа позади, началась новая жизнь. С одной стороны грустно, с другой счастливо, весело. А дальше что? Придумать. А дальше ты кем планируешь стать? А у тебя есть уже точное решение? Да, я мечтаю стать врачом. А вы сегодня плакали? Очень. Почему? А дочь говорит, счастливый день, чего плакать? Потому что она стала взрослой, поэтому слезы. Школа закончилась, самостоятельная взрослая жизнь. Не хочется? У меня первый ребенок выпускается, да. Но этот последний звонок, он просто сумасшедший был, сильный, бомба. Это было нечто. О, ребенок, вон стоит мальчик, вот он, подними руку. Плачу, потому что это любимые дети, потому что ввиду у них английский язык, вела английский язык у них со второго класса, никому их не отдала, его довела до 11. А дальше, дальше, дальше мечтаю наблюдать, как расправляются у них крылья, как они становятся успешными. И очень-очень жду. Чего? Жду, жду новостей от них, жду поздравлений с 8 марта, с Днем Учителя. Жду просто внимания. Ждете, когда вернутся в школу со своими детьми? Конечно, конечно, это была бы шикарная традиция. Белые фартуки, белые банты, это значит, что звенит последний звонок. Сегодня по всей России отмечается этот праздник. Для кого-то он действительно радостный, а для кого-то не очень, потому что действительно заканчивается такая юная жизнь. Впереди много дорог, много вершин, но память о школе всегда остается в памяти. Вот я закончила школу 15 лет назад, но видя, как эти ребята радуются этому дню, у меня просто нет других эмоций, как зайти, обнять всех учителей, которых я сегодня увижу. Давайте вместе отпразднуем этот день. Поехали! Наконец-то! Это они сейчас так говорят, но пройдут годы, будут мечтать по звонкам, разговорам, по душам, по невыученным урокам, по любимым учителям. Сегодня для этих девчат и парней звенит последний звонок. Все как по сценарию, полный зал, главные люди, выпускники. Впереди у них только светлая дорога, поэтому напутствие от директора, как старт на новую жизнь. Кем бы мы ни были в жизни, самое главное, помните о том, что нужно всегда оставаться человеком с большой буквы, верить в людей и дорожить дружбой. Я желаю вам на вашем жизненном пути встречать только хороших, верных людей. Не пуха вам, Ира, всего самого хорошего. Уважаемые родители, а вам, конечно, терпение, но и огромные слова благодарности за наших замечательных детей. Всего вам доброго. А дальше слезы, эмоции, нежные слова тем, кто на протяжении 11 лет переживал, ругал, где-то не спал ночами, но верил, что вот эти дети останутся в сердцах теми малышами, какими пришли в первый раз. А вот будущие выпускники сегодня говорили, что очень хотят быть похожими на своих старшеклассников и дали наказ 11-классникам. Чтобы они дальше хорошо учились в институтах и везде. А еще? Чтобы они поступили в хороший институт, и там всегда были хорошими. Самое главное, чтобы они не забывали школу, в которой учились, правильно? А сейчас самые трогательные моменты, которые чувствовал каждый, когда заканчивал школу. Рыдали все, ведь больше такого не будет. 11 лет позади, 11 лет познания нового и важного. И один человек, вторая мама, которая всегда им скажет. В школе всегда будут открыты для вас двери. И помните, я вас люблю, и я вас верю. Отмечу, что великая женщина Елена Цыганок. Классный руководитель 11-классников, учитель уже ни одного поколения. И это значит, что человек своего дела и женщина с большой буквы. Я очень довольна, что дети сделали все так, как мы задумали, что у нас все получилось. Конечно, были разные нюансы, но они просто молодцы. Знаете, я сама от них этого не ожидала. Ну и как же без обнимашек? Я тоже была ученицей Надежды Ягодкиной. И мне вдвойне приятно стать частью этого праздника. Я помню все дни в школе, в техникуме. А вот помнит ли она меня? Я жду, Валентина, она, кстати, вы тоже же меня учили, да? Да, да. И я до сих пор прихожу к вам, и мы пьем чай. Да. Вот можно такое на камеру? Ну какая я была? Изменилась, не изменилась? Вы знаете, Анечка была всегда человеком, имеющим свое мнение. Всегда говорящая правду в глаза. Человек, который видел этот мир с поэтической точки зрения. То есть мы даже пели песни, сложенные Анной. Эх, было время, но это у меня. А у этих ребят впереди еще экзамены. Удачи вам, выпускники. Раз, два, три! И с ума глянули все, ребятички! Анна Ахметова, Наталья Сусанина, Бильдан Калимулин, Иван Суканов, телеканал ОСА. Торговый дом эконом, прихожая 4700. Внимание, скидка до 20% на всю корпусную мебель в наличии. Торговый дом эконом, улица 9 января, 10. Золото 585 в салонах Аурум. Это всегда большой выбор, низкие цены и выгодные условия обмена. Порадуй себя и близких. Ждем вас по адресам торговый центр Причулымьи «Центральный вход» и гипермаркет «Аллея 1 этаж». Компания Синт представляет. Новые тарифы, новые возможности. Твой выгодный интернет со скоростью до 200 мегабит в секунду. Выбери свой тариф. Все подробности узнавайте на сайте и в офисе оператора. Газета «Новая Причулымка» продолжает подписку на второе полугодие 2019 года. Адреса на экране. Телефон отдела доставки 76641. Сегодня пятница, впереди выходные. Значит, самое время подумать о том, как их провести. Сходить в кино, посидеть в кафе с друзьями или выбраться с семьей на природу. Решайте сами. А мы подскажем, как субботу и воскресенье сделать позитивными и насыщенными. Смотрим афишу от телеканала ОСА. Наконец-то, наконец-то закончилась учеба. Можно отложить учебники в сторону и забыть о скучных уроках. 25 мая в субботу всех мальчишек и девчонок ждет развлекательный комплекс «Кошкин дом» на праздник, посвященный окончанию учебного года. В программе конкурсы и игры, конечно же, море положительных эмоций. А еще, если станет скучно, здесь разрешается бегать, прыгать и лазать. Игровая зона в вашем полном распоряжении. Кстати, для посетителей игровой зоны вход на праздник бесплатный. Приходите, точно не пожалеете. Начало праздника в 4 часа дня. Подробная информация по телефону 62044. Завершить окончание учебного года можно, исходив в кино. Тем более, что в прокате очередная киноновинка недели – диснейская сказка «Аладдин». Это экранизация одноименного мультфильма 90-х. А любимчика многих Джина сыграл, кстати, Уилл Смит. Билет обойдется от 120 до 250 рублей. Подробнее о сеансах можно узнать по телефону 42020-23302. В последнее время погода нас радует теплом только выходные. И эти не исключение. Так что не выпускайте возможность выбраться на природу, погреться на солнышке и пожарить ароматный шашлычок. А чтобы не искать места, отправляйтесь на базу отдыха «Айдашка». И с комфортом отдохнете, и свежим воздухом подышите. Вход на территорию – 30 рублей. Аренда мангала – 100 рублей с человека. Телефон для справок – 5-63-56. А если вы предпочитаете проводить время активно, то рассказываем, где можно покататься на велосипеде или роликах. Наиболее популярное место – это, конечно же, велодорожки в Парке Победы. Еще одно место, где можно прокатиться с комфортом – парк Троицкий. Тут и людей поменьше, и зелени побольше. В общем, райский уголок в черте города. Ну а любителям уединения по душе придется роллерная трасса, что в районе Мясокомбинатовского озера, что в сторону привокзального микрорайона. Ну и заключительное место в нашем списке – подходящее больше для роллеров, чем для велосипедистов. Площадка перед манежем «Рекорд», что на стадионе «Олимп». 25 мая – официальный старт мотосезона «Вачинский». Начало назначено на 4 часа дня возле стадиона «Олимп» на площади. Будет, разумеется, много мотоциклов и развлекательная программа. А в 17 часов байкеры выдвинутся организованной колонной на открытие нового байк-поста. Это были все новости на сегодня. А чтобы мы не пропустили ни одно важное или не очень событие, пишите нам ВКонтакте, звоните по телефону в редакцию, шлите сообщения на Вайбер. Всего вам доброго. До встречи. Спонсор прогноза погоды – компания «Енисей Агра». Компания «Енисей Агра» предлагает жителям Ачинска мясо свинины, говядину и курицу в большом ассортименте и по приятным ценам. Мы находимся на край базе Кирова-3, склад 10. Компания «Енисей Агра» Компания «Енисей Агра»